Здравствуйте! Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Елена Никифорова, директор туристического агентства «Арго Тур». Здравствуйте, Елена! Здравствуйте! Ну вот в связи с последними событиями, которые происходят в мире, как-то грустно, наверное, становится российским туристам, особенно тем, кто привык зимой ездить в Египет. Это, наверное, был самый такой распространенный вид отдыха. На сегодняшний день туристические агентства какую альтернативу могут этим туристам предложить? Ну, я бы хотела сначала сказать, что не только Египет подкосил туристический бизнес и не только Турция подкосил, а, в принципе, экономический кризис в нашей стране, политическая ситуация в нашей стране и в мире, окружающем нас. Свой отпечаток, конечно, на страны, куда бы хотели поехать, и российские туристы накладывает свой отпечаток, да. Но, несмотря на это, несмотря на закрытие Египта, который планируется быть закрытым до 27 марта, несмотря на закрытие Турции, альтернативы, конечно же, есть. И это не только российские курорты, как пропагандируют сейчас наши власти, это есть и страны, ближние страны, и дальние страны, зарубежные. На первом месте по близости и по стоимости я бы назвала страну Иордания. Это то же самое Красное море, это те же самые четыре часолета, это та же самая безвизовая, безвизовый режим для россиян. И стоимость там начинается при двухместном размещении на человека начинается от 25 тысяч. То есть у вас будет пакет на 8 дней, включая авиаперелет, проживание в четырехзвездочной гостинице, питание all-inclusive, так же, как вы привыкли путешествовать в Египет. Следующее более дальнее направление, это у нас уже Игуа, это штат Индия, либо Таиланд. Цены начинаются от 40 тысяч на человека при двухместном размещении. Если идти дальше, в какие-то тропические страны дальние, то это, естественно, на первом месте, как и всегда зимой, остается Доминиканская республика. Цена начинается от 50 тысяч на человека, но вы должны не забывать, что это 13-часовой международный перелет. Это гостиницы 5 звезд и питание all-inclusive, которое значительно лучше, чем в Турции и в Египте в альтернативных звездах, в таких же, точнее, звездах. Вот, поэтому выбор, конечно же, есть. Есть и европейские страны, несмотря на то, что ввели с сентября дактилоскопию, никаких проблем по сдаче отпечатков пальцев и сетчатки глаза нет. У туристов российских занимает это 5 минут, все в штатном режиме записываются в посольство, прибывают туда 5 минут, и вы абсолютно свободны. Единственная проблема – доехать до Москвы и обратно. Цены по-прежнему остаются на одном и том же уровне с прошлым годом, то есть это те же самые 25-35 тысяч на человека при двухместном размещении. Я озвучиваю страны европейские, это Чехия, либо это Испания, все Барселона, либо Прага, то есть города крупные, столичные, либо просто крупные курортные города. Опять же, остаются всегда и российские курорты. Ввиду введения дактилоскопии и повышения курса евро и доллара, конечно же, россияне вспомнили о своих санаториях, которые расположены в Кавказских минеральных водах. Сейчас они загружены на 70-90%. Это прекрасный показатель, прекрасный уровень лечения. Конечно же, отстает отельная база, санаторная база от аналогов в Европе. Надеваться от этого некуда, год-два, и может быть, мы все-таки дойдем до того же уровня сервиса, что и в европейских курортах. А цены? Цены, конечно же, ниже. Конечно же, ниже, потому что практически все санатории в Каменводах позиционируются как 2-3 звезды. У нас нет 4-звездочных, либо 5-звездочных гостиниц, которые могли бы конкурировать по стоимости. При, опять же, двухместном размещении на базе трехразового питания с лечением, цена начинается без проезда, так как кто-то путешествует на поезде, кто-то на машине, кто-то на самолете, от 40 тысяч на человека за двухнедельное пребывание в санатории. Есть категории пониже, есть категории повыше, на вкус и цвет. Опять же, вспомнили и о базах отдыха, и о санаториях, и о гостиницах, прекрасных новых в Сочи. В Сочи наполняется, наполняется неплохо, горнолыжные туры продаются, хотя, на мой взгляд, Красная Поляна превышает стоимость Болгарии, Сербии, Андорры и, может быть, даже Австрии на какое-то количество рублей. Несмотря на то, что мы находимся в рублевой зоне, а не в евровой, несмотря на то, что к нам лететь полтора часа, а туда четыре, у нас безвизовый въезд, а там еще и за визу надо платить порядка 80 евро. И, конечно же, уровень сервиса оставляет желать лучшего. Если в Европе в трехзвездочной гостинице вы получите прекрасный сервис, то в наших реалиях мы, конечно, еще не доросли до европейского уровня, к сожалению. Но я надеюсь, что год-два-три, и все встанет на хорошие рельсы. Мы будем отдыхать у себя и на Красной Поляне, и на Эльбрусе, и курорты Краснодарского края будут пользоваться популярностью, а не только вызывать какое-то негативное отношение к себе, потому что впереди лето, Турция будет в этом году закрыта для всех, имеется в виду россиян, и поэтому, хотим мы этого или не хотим, нам придется отдыхать не только где-то за границей, но и ехать к себе на Черное море. Черное море всегда было лучше по всем показателям, чем Средиземное в плане какого-то оздоровительного эффекта, поэтому я абсолютно уверена, что Черное море привлечет наших туристов больше. Но, к сожалению, пятизвездочных гостиниц турецкого образца мы пока что не увидим на наших курортах. Если с Египтом на сегодняшний день все более или менее понятно, в марте посмотрим, как оно будет, с Турцией пока вообще ничего не ясно, на какое время приостановлен въезд российских граждан? По предварительным прогнозам туроператоры крупные, российские, которые занимаются турецким отдыхом, озвучили год. Естественно, это зависит не от туроперейтинга, а зависит от нашего правительства. Как только оно сможет снять или захочет снять какие-то запрещающие законы, мы отправимся, я надеюсь, отправимся, конечно же, на турецкие курорты. Сегодня, наверное, туристы достаточно обеспокоены собственной безопасностью и в зависимости от этого тоже выбирают определенные направления. Вот по тем людям, которые к вам в ваше агентство приходят, все-таки как они стараются, куда ехать? Европа, Россия, та же самая Иордания, Израиль вызывают какие-то вопросы в плане безопасности? Вы знаете, ввиду политической обстановки спад ощутимый в принципе. И это 50-60% людей, которые вообще отказались от каких-либо путешествий. Это не связано только с экономическими проблемами, что дорого. Это связано со страхом летать, со страхом, в принципе, заселяться в какой из отелей, где большое скопление людей. И поэтому о переориентации прям по каким-то другим направлениям я бы не сказала. Люди едут, едут по чуть-чуть, едут по всем направлениям. И в Европу, и в Доминиканскую республику, и в Иорданию. Хотя, опять же, Иордания настолько близко находится к Сирии, к другим арабским государствам, что, наверное, надо несколько раз задуматься, прежде чем приобрести путевку туда. А Доминиканская республика, пожалуйста, прекрасные есть варианты, горящие варианты путевок. Стоит огромный чартерный борт туда, Boeing 777, который принимает больше 300 пассажиров. Поэтому куча предложений по отдыху в Карибском бассейне, масса предложений по отдыху в европейских столицах. Поэтому у людей, в общем-то, есть выбор. Ну что ж, будем искать какие-то положительные стороны во всем происходящем. Может быть, кто-то откроет для себя действительно новые направления в отдыхе. Вы знаете, у нас так много по средней полосе России мест, которые не посещал ни один рядовой житель Рязани. Я думаю, у всех есть прекрасная возможность съездить во Владимир, в Кострому, в Ярославль, в Архангельск, в Ленинград, пока не будет открыт Египет или Турция, долгожданный курорт россиян. Лена, спасибо большое, что сегодня нашли время к нам прийти. Немножко как-то даже нам приподняли настроение. Спасибо. Желаем вам удачи в вашем туристическом бизнесе. Спасибо большое. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем и вам всего самого доброго. До встречи в новых выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова